Телекомпания Веневисьон Яхайра Орта и Адольфо Кубас в фильме «Милый брак». В фильме снимались Рауля Мундарай, Розита Васкес, Иоланда Мендес, Кристина Рейс, Валентина Парага и другие. По роману Кристины Овен и Астральи Кастельяно. Главный продюсер Сандра Пиорбо. Режиссер Рафаэль Гомес. Я приглашаю тебя на свадьбу твоей сестры Марии Лауре и синьоры Родригой Геревере. Ты хочешь, чтобы мы пошли? Конечно. К сожалению, но это невозможно. Синьора Андуэса не жалуют в особняке Агеревере. Ты пойдешь туда не как Андуэса, а как синьора Виктория Дагерер. Ну, слушай, пришло время взять реванш над теми, кто тебя унижал. Истерички. Привыкли мне командовать. Ошибаетесь. Больше вы мне рот не заткнете. Привет, дружище. Подожди. Что случилось? У тебя нет занятий? Какое твое дело? Может, записался в шпион? Понятно. Ты шпионишь за мной, да? Нет, нет. Просто мне интересно, что с тобой происходит. Что ты в этом понимаешь? Что ты знаешь о моей жизни? Я сам был таким же. Я хорошо знаю шпану в этом квартале. И знаю, как они заманивают хороших ребят в свои грязные сети. Ты спятят, сам не знаешь, чего меряешь. Я говорю о Бетгаре и о его дружках. Это ужасная компания. Мой тебе совет. Держись от них. Подальше. Они к добра не доведут. Так тебе не нравится моя компания? Поговорим прямо. Да, эти парни держат страхи весь квартал. У них есть все. И они мои друзья. Так что оставь свои советы при себе. Ты мне не нравишься, привет, ли. Отстань, иначе что иначе? Манула, это невозможно. Это ошибка, я... Нет, это не ошибка. Пожалуйста, Лусия, доверься мне. Не бойся меня. И ты никогда не будешь в этом раскаиваться. Прошу тебя, Лусия. Мне пора. Мне надо на репетицию. Пока. До встречи, Лусия. Пока. До встречи, Лусия. Скоро у нас все изменится. Уверен, со временем ты полюбишь меня. Послушай, парень. Конечно, приятно ощущать себя самым крутым в этом квартале. Но это иллюзия. Твои дружки худшее, что есть на нашей улице. Наркотики, алкоголик погубит. И тебя тоже. Если, конечно, ты не остановишься. Я видел, каким ты был вчера. Пока это только начало. Но у тебя еще есть время повернуть назад. Ради чего? Ради чего? В моей семье со мной не считаются. Мне надоело изображать из себя поймальчика. Зачем? И еще мне надоело, что все, кому не лень, лезут мне в душу. Отмена. Я буду делать все возможное, чтобы моим родственникам было стыдно за меня. Боюсь, что это семейство найдет повод, чтобы унизить меня. Еще раз. Любимая, ты пойдешь со мной на эту свадьбу. Мы будем выглядеть великолепно. Да пойми, наконец. Мне нечего там делать. Невеста, моя родная сестра, даже не пригласила меня на свадьбу. И твоя сестра, и твои родственники, и друзья, особенно родственники, должны относиться к тебе с уважением. Ты моя жена. И я не собираюсь идти ни на этот, ни на любой другой праздник без тебя. Пожалуйста, пойдем вместе. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной. Всегда. Пожалуйста. Всегда. Ваш завтрак и утренние газеты, сеньорита. Если ты сваришь мне немного кофе, мы окончательно придем в себя. Придем? Стоит обобщать. Если кто и напился вчера вечером, так это ты. Да, не буду отрицать, я был пьян. Был. А что сейчас? Сейчас лучше, намного лучше. Я даже решил принять твое предложение и делаю тебе встречное. Встречное? Какое? Я и был пьян, но помню, что ты обещала мне помочь. Видишь ли, вчера мы столько всего наговорили. Я не понимаю, о чем ты? А я помню все. Да? И если твои слова остались сильными, я хочу попросить тебя об одном одолжении. О каком? Окажите мне честь, сеньорита, сходите со мной на один праздник. Пожалуйста, не оставляй меня одного. Только ты можешь скрасить мою жизнь. Завтра. 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 Завтра у меня большой день. Она добилась своего, добилась, мерзавка. Мерзавка. Дочка, твоя свадьба – это ошибка. Но как мне убедить тебя? Как? Хоть ты и против, я все равно буду там и буду смотреть на тебя. Моя прекрасная победительница. Сеньора Герреро, позвольте сказать вам, что большую часть дня я думал только об этой минуте. Сеньор Герреро, позвольте и вам заметить, мне кажется, мы очень любим друг друга. Я целый день думала только о вас, хотя у меня был очень трудный день. Я делала покупки на ваши деньги, думала о том, как украсить наш дом, и пыталась подружиться с Клаудией. Ну и как? Плохо. Гораздо хуже, чем я думаю. Клянусь, мне становится страшно. Вдруг у меня ничего не выйдет. А я абсолютно уверен, что у тебя все получится. Так что не волнуйся. Прошу тебя. Хорошо? Папа! Папа, иди сюда. Иди к ней, иди в ее комнату. Папа! Ничего страшного, не волнуйся. Папа, иди. Только никуда не уходи. Иду, иду. Папочка, папочка! Это Клаудия, что случилось? Она давно не просыпалась по ночам. Ещё никогда её капризы не были так стати. Прекрасный способ держать твоего отца подальше от молодой жены. Прекрасный способ держать твоего отца подальше отца подальше отца подальше отца подальше отца. Можно узнать, что ты делаешь? Разве не видите? Снимаю портрет. Мне приказали его снять. Наконец-то вы своего добились. Что ты сказала? Не сомневаюсь, это её распоряжение. Какое она имела право отдавать подобные приказания. Послушайте, но это не сеньора Виктория. А кто ещё, кроме этой нахалки? Подлая, наглая, мерзавка. Зачем вы так, сеньора Розаура? Виктория Андуэсса решила предать забвению бедную Карину. И хочет занять её место. Доня Розаура, это не так. Нет, мою маму никто не будет снимать. Никто. Повесь обратно. Хулиоса Саргереро, как дела? Отлично. А у тебя? Ты уже подготовил документы для нашей фирмы? Дорогая, извини. Иди вперёд, я тебя догоню. Прости, это моя жена. Очень приятно, Рауль Мендоса. Очень приятно. Понимаешь, дело в том... Здравствуйте. Проходите. Я жду одного человека. Вам лучше занять столик. Здесь очень много народу. Хотя невеста ещё не приехала. Если так, я войду. Добро пожаловать, проходите. Надо же, сегодня столько гостей. Что делает эта женщина здесь? Я думала, будет приличное общество, но теперь начинаю сомневаться. Луизита, не устраивай скандал, а успокойся. Как ты посмела сюда прийти? Тебе не стыдно, Виктория? Сделай одолжение. Уходи, пока не начался скандал. Перестаньте фотографировать. Успокойся, Мария и Лаура. Ты этого хотела? Испортить мне праздник? Я кое-что придумала. А мне понравится? Тебе понравится. Смотри туда. Глянь-ка. Привет. Привет, лапочка. Вот это удача. Ты отлично смотришь, сатанита. Раньше я выглядел полным идиотом. Не хочешь угостить нас холодным пивком? Угости, дорогой? У меня нет денег. К тому же я в ужасном настроении. Понимаешь? Ты в ужасном настроении. Ну, в этих делах я профессионал. Скажи, Танита, кто увел твою подружку? И я сам продрявлю ему башку. Обещай. Ну что, скажешь, органал? Нет, причина в другом. Я в отчаянии из-за семейных проблем. Моя родная сестра вышла замуж за денежный мешок. Но она так презирает меня, своего младшего брата, что не желает видеть на спальне. Видишь эту открыточку? Благодаря ей я узнал, где будет свадьба. Спокойно. Пахнет денежками. И когда вечеринка, к сожалению, вот-вот начнется. Я... Я не собиралась портить тебе вечер, клянусь. Извини. Пожалуйста, сеньоры фотографы, разойдитесь, это вас не касается. Не хотела, но сделала это. Что ты себе позволяешь, Виктория? Мария и Лаура. Простите. Мне показалось, вы что-то имеете против сеньоры. Хулио, пожалуйста, давай уйдем. Почему нас сюда пригласили? Да? Извините, но я вас не приглашала. Эта женщина, ваша сестра. Неужели вы ее не пригласили? Хулио, пожалуйста. Успокойтесь, сеньора Гравера. Видимо, произошла ошибка. Мне прислали приглашение, и я пришел с женой. Что? Вы не слышусь. Позвольте заметить, вы неуважительно отнеслись к сеньоре Викториандуэси де Гереро. Если я приглашу, значит, и моя жена тоже. Меня пригласили на свадьбу. Невеста – сестра моей жены, поэтому мы и согласились. Правда, дорогая? Идем отсюда, Хулио. Виктория, объясни, о чем он говорит? Это правда. Мы поженились вчера. Сеньор Гереро, но мы не знали. Прошу прощения. Какой скандал. Я не могу поверить, это уж слишком. Инцидент исчерпан. Добро пожаловать на праздник. Добро пожаловать, сеньора Гереро. Шампанского гостям. Пожалуйста, фотографы. Проходите. Прошу вас. В это невозможно поверить. Эта мерзавка его захомутала. Она его жена. Мои сестрицы неплохо устроились. Я не прощу, не прощу. Все держалось на Вике. Почему она так поступила? Нет, нет и нет. Подумай хорошенько, друг Антонио. Ведь теперь ты стал шурином этих богатеев, пойми. Послушай, я ничего не хочу знать об этих типах. Пусть подохнут вместе со своими деньгами. Я потерял своих сестер, обеих сестер, и никакие деньги их не заменят. Знаешь, Тонито, ты не прав. Там, где собираются богачи, и вскоре появляется и великий Энгер. Насколько закончится эта вечеринка? Нет, ты спятил. Я не собираюсь туда идти, даже если мне заплатят. Будь проклятой. Это свадьба. Папа не разрешит снимать портрет. Мамочка всегда будет с нами. Ты права, детка. Никто не займет место твоей мамы в этом доме. Что случилось? Помоги Ампаре повесить портрет. И не смейте его больше трогать. Вы слышите? Без моего разрешения даже не прикасайтесь к нему. А что я скажу сеньору Хулио? Он мне ясно приказал снять портрет. Неправда. Ты все придумала. Ты все придумала. Ты все придумала. Вруния. Клянусь, Клаудио. Оставь свои клятвы и выполняй мой приказ. Я за все отвечаю. Ясно? Это она, это Виктория. Да, дорогая. Но память о твоей маме превыше всего. Не волнуйся. Ни одна нахалка на свете не тронет мамин портрет. Мы этого не позволим. С каких это пор сеньора Розаура так прониклась к этому портрету? Не знаю. По-моему, она всегда хотела его снять оттуда. Да, я действительно не хотела идти. Но Хулио настоял. Сестра, позволь мне объясниться. Понимаю, я вела себя очень глупо. Меня удивило твое появление. Я не ожидала тебя здесь встретить. Ты же знаешь, как относятся к нашей семье все эти люди. Послушай, нам наплевать на этих людей. Мы пришли сюда, как твои родственники. Твои близкие родственники. Да, мы сестры, хотя в последнее время немного отдалились. Я надеюсь, теперь все изменится к лучшему. Правда, Вики? Я тоже так думаю. Пришла пора повзрослеть. Теперь мы сеньоры. Позволь мне от всей души пожелать тебе настоящего счастья. Ты так мечтала об этом. И вот твоя мечта осуществилась. Спасибо, сестренка. Я всегда добиваюсь того, чего хочу. Я очень рада видеть тебя здесь. Большое спасибо, Хулио Сесар, что ты привел ее сюда. Я не Питер. Вы пришли. Как бы я хотела быть там с Марией Лаурой. Как она? Прекрасная, гордая и счастливая. Я бы не сказал, что счастливая. Скорее, она выглядела победительницей. Лаурита, наконец, получила то, что хотела. Дай ей, Бог, счастья. Мария Лаура вышла замуж. И это надо отметить хотя бы чашечкой кофе. Отличная идея. Сейчас принесу. Хорошо. Господи. Там были все наши бывшие друзья. Но как странно у себя вела Минерва. Ты не обратил внимания? Когда ты вел колтаю мою дочь, она плакала. Очень странно. Все, все, все. Я больше не хочу фотографироваться. И погасите этот прожектор, а то я ослеплю. Мне надоело. Эти фотографы мешают наслаждаться праздником. Желаю счастья. Спасибо, дорогая. Клянусь, если бы не гости, я бы вышвырнула ее отсюда. Успокойся. Ты же отлично знаешь. Это все из-за тебя. Господи, как мне надоели эти фотографы. Желаю счастья Марии и Лауре. Это очень важный момент в твоей жизни. Желаю тебе всего самого наилучшего. Будь счастлива, девочка моя. Я тебе очень признательна, но извини, ты можешь помять мою вуаль. И перестань лицемерить. подружка. Коко. Какой сюрприз. Слава Богу, что ты пришла. Я больше не могу выносить притворство этих людей. Представляю. Привет, Хулия Сесар. Как дела? Хорошо. А почему ты пришла? Не могла же я бросить своего друга? Привет, Виктория. Привет. Полагаю, мне нужно поздравить вас. Вы поженились? Черт возьми. Вы верно полагаете, доктор. Ты думаешь, они действительно поженились? Ведь Хулия Сесар знает о ее репутации. Неужели ей удалось его провести? Господи. Когда только Вики перестанет омрачать мне жизнь? Даже ее замужество гораздо важнее, чем мое. Ты права. Все только об этом и говорят. Но она мне заплатит. Устроилась сенсация. Пришла сюда с мужем. Лицемерка. С вашего позволения, мы с подружкой выпьем пару рюмочек и поболтаем. А то давно не виделись. Идем, подружка. Ваша свадьба так неожиданна. Да, я сам удивился. Полагаю, будет не лишнее попросить вас сделать Викторию счастливой. Это лишнее. Любовь всегда делает человека счастливым. К тому же, я уверен, что нам с Викторией повезло в любви. ты счастлива. теперь сеньора Хулия Сасара Герреро. Зачем вы теряете время на этой свадьбе? Вам надо ехать в свадебное путешествие, быть вдвоем. Подальше от этих сплетников. Я тоже так думаю. Но мне надо уладить кое-какие дела. Ты намекаешь на Клаудиу? И на нее тоже. Ну, поговорим о тебе. Расскажи, что у вас с Даниэлем? Похоже, он на крючке. Если бы я могла тебе все рассказать. Да, мы были близки, хотя он был в ужасном состоянии, но ничего, рано или поздно он станет моим. Не будь я Коко. Вот увидишь, он будет моим за твое здоровье. Извините, я проходила мимо и не смогла устоять перед искушением поздравить тебя. подцепила Хулио со Сарагерой. Большое дело, дорогая. Поздравляю. Извини, Хулио, я не поздравил тебя. Ты все-таки добился своего. Женился на Виктории. Она великолепная женщина. Поздравляю. Подожди, вы что, знакомы? Да, помнишь историю с Чеком? Нам, сеньорам, надо поговорить. Разговор не из приятных, но надо его закончить. Извините. Пожалуйста. Мерзавец. Ну, расскажи мне, Виктория Андуэса, как тебе удалось? Не будь эгоисткой. Смотри-ка, что тебе досталось. Да, пришлось потрудиться. Но, если честно, все дело в любви. Но ты этих слов не знаешь, Минерва. браво, браво, браво. Это действительно хороший ответ. И знаешь, почему? Много пошлости и фальши. Несчастные. Да, Минерва, некоторые слова звучат для тебя пошлым. Например, достоинство, честность и искренность. Это непривычные для тебя слова. Тебе больше подходят двуличность, фальшь и лицемерие и зависть. А ты-то здесь. Причем, детка. Я с детства такая. Вмешиваюсь во все, что ни по пути. Подружка, почему бы нам не уйти отсюда, а то в воздухе повело гнилью. А потом, твой муж, который тебя любит, обожает. Наверное, уже испугался и в отчаянии ищет тебя. Идем, идем отсюда. Отлично. Ты правильно сделала, поставив ее на место. Она чуть не подавилась шампанским. Ее никто не заставлял лезть в сеньоре Герреро. А ты загорделась так сеньоре Герреро. Знаешь, что такое счастье, Ку-Ку? Вот оно, перед тобой. Это заметно, подружка. Давай выпьем. в сеньоре Герреро. Скажи, дорогуша, что чувствуешь, когда после многочисленных любовников становишься женой одного из них? На этот вопрос ты ответишь лучше меня. у меня только один мужчина. И никто другой меня не касался. Только мой муж. Один муж? Как-то забывчиво. Удобно иметь мужа-дурака. Послушай, он не дурак, это ты дура. Надеюсь, выйдя замуж, научишься носить свою фамилию и перестанешь кидаться на чужих мужей. Буду рад, если отныне ты станешь считать меня своим другом. Я умею соблюдать правила приличия. У меня хватает друзей. Хулио, послушай, я пытаюсь быть искренним, пытаюсь навести мосты. Не знал, что ты инженер. Кстати, раз ты заговорил о приличиях, хочу, чтобы твоя жена избавилась от привычки нападать на мою жену в общественных местах. Ясно? Да, конечно, конечно, конечно. Мой друг Тонито подсунул нам отличную идею. Мы заработаем деньги. На праздники все должно быть тихо. Ясно? За это отвечаешь ты и ты. Вы оба. Вот когда молодые останутся вдвоем, когда праздник закончится, тогда мне нужна чистая работа. Что с тобой, команданты? Пошевели мозгами. Эти типы наверняка вооружены. Понимаешь? Что? Они наверняка вооружены. Вооружены? Идиот, у них нет никакого оружия. Запомните. Невеста, моя родственница. Мне не нужны жмурики. Я не хочу ссор с семьей Агера-Веры. Ясно? Как ты быстро учишься. Кто бы мог подумать, что я у тебя была первой. Фикадоро, не нужно меня хвалить. Ты же знаешь, я не твой клиент. Ты даже грубишь меня, как настоящий мужчина. Осталось только найти тебе прибыльное дельце. И тогда никто перед тобой не устоит. Чем ты недоволен? Что с тобой? Папочка. Будь искренней. Что ты не можешь мне простить? Что купила любовь Энрике Акампо? Нет, я никогда не могла понять, как ты смогла подцепить самого Хулиуса Сара Герреро. Неужели он не знает о твоих похождения? Да твой муж полный идиот. Не такой уж я идиот, сеньора Акампо. Я видел и похуже. Твое здоровье, Энрике. Желаю счастья. Надеюсь, оно будет долгим и вы сумеете приструнить свою потаскуху жену. Замолчи. Не замолчу. Я буду говорить, что хочу и когда захочу. Сеньора, вам нравится ваша жизнь? Не понимаю, о чем вы? Да так, если вы цените жизнь, берегите ее и не рискуйте работы своего мужа. Дорогой, мне так скучно на этой свадьбе. Похоже, она уже закончилась. Пойдем отсюда. Да, до сегодняшнего вечера достаточно глупости. Позвольте заметить, вы великолепны. Великолепны, когда молчите. Прощайте. даже не вздумай открыть свой рот. Лаура. Мария, Лаура. Что? Ты не представляешь, как я хочу остаться с тобой на едине. Это заметно, любимый. Но потерпи еще рано. Это мой триумфальный миг. Позволь мне насладиться. у нас ведь с тобой впереди много времени. Только посмотри, эти богатые, великолепные люди, все здесь. Они пьют и едят за наш счет. Наконец-то вы вдвоем. Я ждала этого момента, чтобы поднять тост. Да. Выпьем. за то, чтобы наш брак был долгим, счастливым, безоблачным, как у сказочной принцессы и принца. Да, давайте выпьем. Хватит мне нервы, я не собираюсь с тобой пить. И вообще не понимаю, что ты делаешь на нашей свадьбе. Мы тебя не приглашали. Если я раньше тебя терпела, то только потому, что не хотела скандала. Мария Лаура, почему ты так жестока ко мне? За что? Ведь я тебя так люблю. Ну, давай выпьем. Давай выпьем за ваше счастье. Похоже, у тебя жажда. Ты, видимо, хочешь искупаться в шампанском. получай. И запомни, я не пью со шлюхами. Мария Лаура, за что ты так со мной? Сеньор, подойдите на минуту. Эту сеньору надо проводить до двери. Она немного перепела. Понимаете, ей уже плохо. Мария Лаура, ради Бога, ради Бога, не унижай меня. Я... Я не желаю видеть тебя на своей свадьбе. Уходи отсюда, Минерва. Мария Лаура, Мария Лаура, это уже слишком. Все, Родриго, я не хочу ее видеть ни на своей свадьбе, ни после. Все, убирайся. Не трогайте меня, не трогайте. Ты не понимаешь, что делаешь. Ты не ведаешь, что творишь. Мария Лаура, ты не права. Выпьем, дорогой. Возьми. С этого дня я не буду брать с тебя денег. Правда? Не будешь брать с меня денег? А почему? По многим причинам. И еще потому, что я сегодня же введу тебя в мир больших дел. Больших дел? О чем ты? Будешь возить товар, который переворачивает людям мозги и делает мир розовым и безоблачным. Понимаешь, Ваня? Ты ведь уже мужчина. Большие дела. Родри, 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 не забудь. Ты должен позвонить, как только вы приедете и сказать мне название отеля и номер комнаты. и так будешь делать в каждой стране, в каждом отеле, куда вы будете приезжать. Клянусь, так и будет. Более того, скоро выйдет новый закон, по которому мать жениха должна ехать вместе с молодыми в свадебные путешествия. Родриго, оставь этот цинизм. Успокойтесь, доня Лола. Мы вам обязательно позвоним, но телефонов мы давать не будем. Мы только-только поженились и хотим побыть одни. Забыть обо всех. Едем, Родриго. Да, минутку. Сейчас. Клянусь, мама. Если нам понравится жить за океаном, то мы там останемся навсегда и никогда больше не вернемся. Родриго, даже не вздумай. Не вздумай, я найду тебя и в аду, если понадобится. Летом я не сомневаюсь. У вас наверняка есть договоренность с дьяволом. Едем, Родриго, наши чемоданы уже в машине. Прощайте. Пока. Пока, мальчик. Пока, мама. Береги себя. Пока, мама. А Родриго, перестань. Пока, молодые. Счастливого путешествия. За Лолу не беспокойтесь. Я о ней позабочусь. Эта мерзавочка украла моего сына. Ты так думаешь? А я в этом не уверен. И более того, убежден. Ты что-нибудь придумала. не так ли? Верно? Кстати, Мария Лаура подписала подготовленные мной документы. Конечно, эта дура их подписала. В материальном плане она ничего не получит. Можешь быть уверен. Родриго, в чем дело? Ты так напился, что даже дверь открыть не можешь? Успокойся, дорогая. Как только замочная скважина перестанет дергаться, я открою. Может, мне попробовать? Стоять, не двигаться. Даже не вздумайте пошевелиться. Господи, кто вы такие? Я Алибаба, а это мои сорок разбойников. Будешь кричать, умрешь на месте. И ты тоже. Ясно, красавица. Это она приказала снять портрет. Клауди, это не Вики, а я приказал убрать портрет. Неправда. Ты все задумываешь, лишь бы ее защитить. Я знаю, это ты приказал убрать мамин портрет. Ты злая, злая. Я тебя не люблю. Клауди, Клауди, господи. Хотел сделать как лучше, а вышло как всегда. Я сделал это ради тебя, дорогая. То же самое думает твоя дочь. Ты мог бы хотя бы посоветоваться со мной. Виктория, Виктория. Снимай кольца, колье, серьги. По счету раз. А что у тебя в карманах? Ну-ка, побыстрее, шевелись. Нет, только не убивайте нас. Ну, все, 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 успокойтесь. Не нарывайся, парень. Успокойтесь, пожалуйста, не трогайте мою жену. У меня много денег. Я дам вам все, что у меня есть. Пожалуйста, ради бога. Осторожно, он вооружен. Нет. Субтитры Родриго, нет, Родриго, пожалуйста, скажи что-нибудь, пожалуйста, Родриго. Нет, любимый, Родриго, нет, Родриго, любимый. Пожалуйста, помогите. Что это? Кажется, где-то поблизости. По-моему, стреляли. Послушай, это не Лавра? Его убили. Убили Родриго. Его убили. Ты чуть не сделал из меня злодейку. Типа, тебе ни за что на свете не удастся убедить ее, что я не приказывала снимать этот портрет. Послушай, дорогой, я сделал это ради тебя. Да, признаю, что я поступил глупо. Но, с другой стороны, я бы не потерпел, если бы ты хранила фотографию своего бывшего мужа. Да еще в гостиную нашего дома. Понимаешь? Представь себе, нет. Я отлично понимаю, что Клаудия помнит мать, и не только помнит, но и любит ее. Это ее мать. Меня не оскорбляет, что ты вспоминаешь Карину. Нельзя требовать, чтобы ты забыл свое прошлое. Пойми, Холио... Холио, ты не подумал о своей дочери. А главное, выбрал самое неподходящее время. И даже не посоветовался со мной. Хорошо. Ты права. Я не должен был этого делать. Дорогой, пойми, наши отношения с Клаудией очень сложные. Не делай их еще сложнее. Я только хочу, чтобы Клауди снова подружилась со мной, как прежде. Я тебя умоляю. Не вмешивайся. Хорошо? Хорошо. И я рад это слышать. Ты будешь прекрасной матерью для моей дочери. Если она мне позволит. Я очень люблю тебя. Эта любовь настолько велика, что в ней хватит места и для твоей дочки, и для будущих наших детей. Нет. Родриго. Нет. За что ее убили? Родриго. Лола, успокойся. Прошу тебя. За что? Нет, Господи. Нет. Родриго. Мне больно, потому что это моя дочь. Из-за нее и из-за ее гостей я чувствовала себя неловко. Когда у нас были деньги, эти люди нас окружали, а теперь они шарахаются от нас, как отчуны. Алмита. Дружба – это иллюзия. Как сказал поэт, она проходит, отдаляется и предается забвению. Словно ее и не было. За что? За что его убили? Не знаю, сеньор. Я запомнила только, что у них были маски, лица были закрыты. Пожалуйста, не мучайте меня. Да, да, я понимаю. Но вы тоже поймите, идет расследование. Мы спрашиваем для того, чтобы выйти на убийц вашего мужа. Простите, вы не слышали, может, они называли друг друга какими-нибудь прозвищами, именами? Не знаю, сеньор. Не знаю. Возможно, мне показалось. Но, по-моему, кому-то сказали «чилдрен» или что-то в этом роде. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Тебе никогда не будет покоя, Мария и Лаура. Из-за тебя убили моего сына. Из-за твоего стремления выйти за него замуж. Если бы не ты, этого бы не случилось. Я проклинаю тебя и всю твою семью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok